Приветствую вас, Павел, давайте разберём ваш вопрос. Добрый день, я нигде не могу проработать больше трёх месяцев, у меня уже 10 месяцев, причины разные, где-то зарплаты не платили, я сам уходил, где-то профили, например, с того, что я делал перерывы. Кто-то говорили, что не зашёлся с коллективом, подскажите, что можно предпринять в данной ситуации. Ну, у меня есть такое ощущение, что работать вы не хотите. Нет, у меня такое чувство, что по своей жизни вы идёте как-то вот определённо, ну, т.е. чётко понимая, куда вы идёте, во всем вы идёте, что вы хотите и так далее. Дело в том, что вот тот факт, что вы сделали перерывы, это вообще побахивает с саботажем в плане того, что я сейчас наручу правила и меня, ну, попрут с работы. Но сам признаться в том, что я не хочу работать, например, я не могу. Ну, может быть, потому что мне застыдно, может быть, потому что всё. И есть ещё какие-то моменты, ещё какие-то есть аспекты. Это не столь важно. Важно немножко другое. Что есть ощущение, что вы себя обманываете, обманываете, и есть ощущение, что вы себя заставляете. Вы себя заставляете работать, вы ищете, мне вот так кажется, что вы ищете аргументы, вы ищете поводы для того, чтобы не работаете, и лучше ли вам просто признаться, признаться в том, что вам не хочется работать. Вам не хочется работать на данный момент. И вы не готовы ради, там, ну, ради работы, вы не готовы, сходиться с коллективом, например, да, то есть, ну, делать какие-то усилия для того, чтобы сходиться с коллективом. Мы не готовы к этому. И это нормально. Вам нужно понять, что это нормально, что вы не хотите делать чего-то. Это нормально. Но. Но. Есть одно но. А дальше что? Ну, то есть, вы не хотите, а чего хотите. Чего-то, чего-то же вы хотите, а вот чего вы хотите, исходя из того, что вы пишите, непонятно. Вот. Создаётся такое ощущение, что вы от чего-то бежите. Вот это вот ощущение, оно очень, я бы сказал, мощное, оно очень, я бы сказал, сильное, оно очень, я бы сказал, такое, знаете, практически, практически физически чувствуется. Вот это вот ощущение, что вы не хотите на себя наставляться. И я думаю, что вам бы на это по-хорошему обратить своё внимание, потому что в этом ваш конфликт внутренний, которого вы, вероятно, до конца не осознаете, пока что, но, который тем не менее есть, и который вам, ну, тем не менее мешает. И мешает вам он достаточно сильно, как мне кажется. Опять же. Вот. Вот это то, что можно сказать. Кроме того, вы спрашиваете, что можно предпринять в данной ситуации, что можно предпринять в данной ситуации, чтобы что? Если вы хотите найти работу любимую, это одно, если вы хотите наладить, ну, свои коммуникационные навыки, сделать несколько более продвинутыми, это другое. если вы хотите поработать с тем, что, например, делаете перерывы по своей воле, ну, по своей воле, да, да, это третье. Если вы хотите, значит, работать за своей самооценкой, а именно это лежит в основе того, что вам не хотят платить. Это четвертое, может быть, совсем сразу, ну, в смысле, последовательное, конечно, вы захотите поработать, но нужна ваша цель. Вы понимаете? Нужно, чтобы сказать, чтобы вы сказали, я хочу, вот, там, меня не устраивает, там, допустим, вот, то-то, то-то и тот. Я хочу это поменять. Супер. Начинаем работать. А так, когда вы сами для себя не определили проблему, и, может быть, даже не понимаете ее, говорить о коллекции, ну, на мой взгляд, немножко рановато. Поэтому все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.